Продолжение следует... 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 Ну, наиболее интересное здесь мы уделяем очень подробнее на столе, опять-то, пакет программопрещения, мы называем сервис «Леджер», комплект «БО» для сбора и придачи наиболее важных параметров с акка и перевод их в отдельный интерфейс для диспетчера для того, чтобы диспетчер по возможности следить и укралировать работу техники для максимальной его эффективности, т.е. видя, где у нас на стенке ездят, будет, перемещаются на каких-то корпорациях, либо крат, мы можем планировать, а если мы идти, то есть, там, например, у нас больше ездить, чем будет, да, а другие иногда стоят без работы, мы можем призернуть их работу, то есть, там, перенести набор, значит, может быть, чуть-чуть раньше, да, и таким образом снизить в то время какой-то длинный контракт на помещение станка. Также здесь мы можем с привязкой шпес-мавигации, мы можем получать данные о пробужденных и закланированных скважинах, у нас есть необходимости разбивать его по щену, т.е. необходимости отходить с шагомера, отходить, да, и отмерять скважину, т.е. скважины, т.е. скважины, т.е. скважины, т.е. скважины, значит, все это используется уже в интерфейсе, в офисе, у нас, как мы задаем план привязок двух координатов, и дальше, как шагист уже наезжает на скважины, ориентируясь на точки на экране. Также здесь мы имеем возможность посмотреть отклонение, с какой мы работаем скважины, потому что не может быть, где-то не было возможно, что так мы были заклеиваться, может быть, где-то попасть в такие условия, что на старт не может быть в сторону. Все это, конечно, находит в качестве взрыва. Здесь мы можем контролировать, что у нас происходит в процессе времени, отклонение скважины под заднем, вертикалью в официального угла, да, и здесь мы можем контролировать взрывчатые шкоды, потому что нужно скорректировать, иммунизировать какие-то последствия, как правило, на конец скважины, и в конечном итоге получить хорошо правилопадыш. Также у нас есть привязка к треке загнатья, значит, здесь нужно, потому что мы не всегда только новые провода, и всегда мы можем сразу заметку знать, на какую глубину в каждой конкретной скважине, машине с доброй бурить, и здесь мы говорим о том, что у нас создается в 3D-м отеле некая коронавирусная точка, то есть по штангу, как и облачить в конце, это наша подружка, и далее, когда мы езжаем на скважину в пиле 2D-м отеле, он получает заданное глубину, уже наехав на конкретную скважину, так как складывание внимания только в высоте, вот заданное ровное подружка находится, да, и дальше, значит, он может скорректировать глубину скважины, чтобы в итоге получить ровно задуманное, и ровно зону много. Так же еще есть функция, наша спутовая разработка, это для обычной программы мута, она позволяет включить компрессор под длиннее, для исключения острого топлива, потому что большая часть нагрузки на длиннее племянный компрессор, это 70% в 7-м отеле, и отключаем эту муту на него приезда, наращивание, резонтирование, какие-то полоски построили. Для того, чтобы не дружать ровно, можно в принципе включить, ровно может проводить экономические породы в это время, и не хранить тот вопрос. Сейчас в России у нас работа есть ровно, и мы получили в наших реальных условиях, получили экономию туплива, его риски 40%, что в меньшинстве по реке составляет полосами реки, поскольку на 1-м год, требуется порядка достигнутых рублей только на 2-м. А мы имеем в виду 40%, мы получаем очень хорошую тупинцу, очень хорошую тупинку. Удаленное управление тоже один из наших реальных предметов, поскольку мы стремимся сделать, насколько она зависит от производства, безопасно, и мы стремимся тому, что заказчики максимально вывели людей из опасной зоны, там, где есть проблемы нарушения, блоков, где есть газованность, какие другие опасные факты. Мы понимаем, что большинство резина и здоровье, она намного сильнее, чем стоимость техники, поэтому мы разработали опции удаленное управление. Есть два варианта, это мобильный центр управления, который связан с компанией либо через Wi-Fi 7, либо через радиосвязь, можно находиться на борту карьеры, и оттуда, значит, оператор может подать с ним. Выполняются двигатели такой кабины, кабины это тактоковая длинно-женового знака, имея абсолютно те же люди, которые нам необходимости привыкать к стационарному управлению, за счет чего мы не будем делать производительность. Становка оборудоваться не специально, одна из которых имеет очень хороший звон, поэтому с ней самостоятельно получаем на кабине, и оператор, опять же, без каких производителей, управляется на даем. Второй ряд, это стационарный управление, стационарный центр управления, в этом случае, значит, он управлен на конец, где-то, где-то, далеко в офисе, через Wi-Fi соединение, оно получает потоковый паркет, потоковое видео, что у нас происходит на душе, что мы видим на экране станка, с того станка видим все его параметры, видим все показатели, и осуществляем управление через стационарный район. На данный момент есть возможность управлять до 9 стационарного управления, что также большая производительность. Какие варианты применения могут быть, как я уже сказал, что можно привести людей из опасной зоны, первое, что касается безопасности, ну и второе, что касается эффективности. Сейчас уже время применяется такая система в Австралии, где забираться в поле предприятия достаточно легко, все перемещения с ШП самолетом, что достаточно лога, возить лампы туда. И с помощью такой системы людей настаивали в Копергороде за 1300 км, и станки управляются вдалеком и вверхом. Сейчас мы попадали в заедку в фондропорту Винусов, так как у нас был повод управления и станков за 8000 км. По станкам находился оператор в всей Швеции, станок находился в Америке. И через икеану мы подбирали без переказчика, без переказчика и без переказчика, без переказчика, без скользки. Здесь, вот как раз оператор, который сидит 1500 км. под предприятие, это в первых словах. Ну и основная наша разработка, основная работа, основная работа, теперь это система автономиз. Если раньше мы говорили об автоматизации, то есть это замена через процесс автономизации по плане сценариев, по заднего плана, то есть здесь мы говорили про систему автономности, как зараться станку, где требуется решательство оператора для выполнения абсолютно всего высосного цикла. То есть он сам переезжает, сам развитируется на скважине, сам начиняет бурение, происходит, можно сказать, опять же без помощи операций, то есть он автоматически заболевается автоматически, подстраивает, подстраивает количество глобоков, подстраивает количество, необходимое количество воды для процесса автономизации. Сам будет, что нужно отметить, если необходимо простить еще одну штангу, не хватает приведенной штанги, вот и делать опять же в автоматическом режиме. его в том числе, даже, значит, он в том числе, понятно, его с скважиной несколько раз прочищает, выявляет еще во себе бурлы, сам разбирается, сам съезжает по скважине, да, и езжает на настоящую дровку своей скважиной. Сейчас уже мы эту систему не только которые мы испытали, мы уже внедрили на предприятие. Один из компаний у нас отработал с такой системой выделенный клейк, показал нам хорошую эффективность, для чего мы добились очень хорошо показателей. Такие, как увеличение полезного времени на 20-м часам это зависит от того, что нет необходимости применять операторов, нет необходимости наладить пересмерки, пробеды, какие-то логики устраивать, и установить ее на сутки в режиме 4 часа сутки, и необходимо только заправить трубку воды, чтобы установить максимум 1 часа смены. Мы получили очень хорошую сеть металлогики с технической области станка за счет того, что снижаются нагрузки на станок, снижаются нагрузки на металлога сутки станка за счет более правильных действий автоматики. Мы получили очень хорошие результаты по металлогой моего инструмента. До быстрых раз мы увеличили срок службы до лота, что составляет в процессе бурения 10-15% общей стоимости. И в том числе мы получили увеличение чистой скорости находки, где-то на 10%. За счет, опять же, более высоты реагировали на изменяющую условию скваживания. То есть, если система видит, что в внутрь попали какую-то трещину или какую-то полость, система видит мгновенно. Ганальный трагер применен на акцент ситуации, на эффект применен на механическое перемещение, на кистое снижение бывает. За счет этого мы получили очень хорошие сроки и очень хорошие качества скважин. Рекорд, то, что поставили, мы говорили, более тысячи метров за смену, а не за часок. То есть, это показывает, что система очень быстро. Здесь не ориентирует не только на какие-то простые условия, например, железная вода, где-то будет несколько скважин за смену. В том числе, может быть, мягкие обороны и очень-очень быстро. Есть короткое видео про систему автонопис и технологии. Здесь показано, что станок будет в самодельном режиме. То есть, здесь нет оператора. При этом, оператор не управляет эндолионы. Станов будет самостоятельным. Он оценивает, как ему удобно переехать из-за скважины, скважины, так, чтобы не завалить предыдущую обработанную. Он оценивает крепость, старую причину, наладость, обойденность и другие факторы, когда на этом время состоит, что производит все необходимые операции. Причем, операции все производятся очень-очень быстро. Здесь даже видно, что какой-то станок грубил, тоже начинает снимать скважины, тоже начинает переезжать. То есть, все проекты требуются очень-очень быстро. На данный момент, на этом предприятии успешно успешно церковь в промышленном условии. Наша система «Отономус» будет писать наш окважин на подведение всех скважных предприятий. Это 23 единицы. Вот такой системы. То есть, все абсолютно вылазники на этой предприятии будут работать без участия на этой предприятии. При этом, у нас как-то приходит в том, что мы стремимся максимально тратить эту клинику и тем самым принимать обучие лица. На самом деле, не так. В любом случае, естественно, люди будут требоваться, потому что нам необходимы обеспечения, необходимы которые могут решаться в процессе для налога системы. Здесь мы говорим о том, что с помощью наших систем мы позволяем добиться максимальной производительности, максимальной эффективности при абсолютно таких же использовании. То есть, условно, те же люди могут производить гораздо больше пруды, например, что угодно, при этом тратят те же самые ресурсы. И это позволяет предприятию быть максимально эффективным и максимально способным для достижения строительства для своей пользы для достижения строительства. И это все? Спасибо. Спасибо. Вопросы.